Приветствую всех юных программистов в очередном уроке по программированию игр в Scratch. И в этом уроке мы снова вернемся к понятию переменных. Если не помнишь, что это такое, я дам ссылку на тот урок, в котором мы рассматривали переменные. И в первой части урока мы реализуем небольшой проект, игру «Простая викторина». Но начнем все-таки с того, что такое типы данных, для чего они нужны, и что такое строковый тип данных. Итак, типы данных программирования. Вообще, это основная тема, очень важная. Когда ты будешь программировать на других языках программирования, обязательно необходимо помнить, что, чтобы компьютер правильно выполнял необходимые действия с данными, он должен знать об их типе. Обычно тип данных указывается при создании переменных. Я уже сказала, что мы немножко вспомним переменные. До этого мы работали в основном с числовыми переменными. В проекте «Код счетовод», например, мы научились вычислять, складывать, умножать, делить, вычитать. Научились вводить данные. Но в Scratch, для того, чтобы было проще в нем программировать, тип данных явно не указывается. Однако при этом есть разные команды для работы с разными типами данных. И сама среда программирования Scratch, она получается достаточно высокого уровня, и она сама разбирается в том, с каким типом данных она работает. Но программист тоже должен об этом знать и помнить, потому что различные команды используются, еще раз повторю, для различных типов данных или для различных типов переменных. Какие же все-таки бывают данные какого типа? Существует два основных типа, которые нам сейчас необходимо усвоить. Это числовые переменные, то есть числа, которые записываются с использованием цифр. И иногда есть числа, которые называются десятичными дробями, то есть они записываются через точку. Если ты еще не проходил это в курсе математики средней школы, не волнуйся, мы уже использовали десятичные значения, когда, например, использовали команду ждать и писали 0.5, то есть 0.5 или полсекунды. Ну и постепенно ты поймешь немного лучше, что это такое. Пока просто можешь по примерам использовать эти значения. И второй тип данных основной – это строковые переменные, то есть те данные, в которых записываются какие-то слова, предложения или сочетания слов. Например, как здесь написано hello по-английски, привет всем, равно 4 или даже 4. Если ты обратил внимание, все эти значения записаны мной в кавычки. Почему? Потому что в большинстве языков программирования строковый тип данных предполагает использование кавычек. В скретче мы это делать не будем, но уже, я думаю, тебе будет понятно, что если я здесь использовала 4 в кавычках, это значит, что это используется как строка. Но опять же мы потом рассмотрим несколько примеров, и тебе станет более понятно, почему именно это называется строковой переменной. Ну и, наконец, есть более сложные типы данных, которые программисты называют массивами, структурами и как-то еще. Об этом мы поговорим немного позже, в более поздних уроках. Что можно делать с переменными различного типа? Для этого в скретч есть специальные операторы. Мы изучали уже арифметические операторы, и используются они, понятно, для числовых типов. Давай посмотрим еще раз, вспомним в скретче, где они находятся и как выглядят. Вот мы в редакторе скретч, и есть у нас группа команд, которые так и называются операторы зеленого цвета. И вот мы уже использовали оператор плюс, то есть сложение, минус, вычитание, умножение и деление. Это арифметические операторы, то есть операторы для работы с числами. Но есть еще очень интересный оператор, который называется «Выдать случайно». И буквально в следующем уроке мы будем использовать случайные числа, и ты поймешь, как это здорово. Примерно аналогично так же, как есть операторы арифметические для работы с числовыми типами, так и есть группа операторов для работы со строками. Сейчас мы быстро их посмотрим, и потом и в этом уроке, и в следующих его частях, или в следующих уроках мы будем закреплять эти операторы. В скретч это всего три оператора, называются один из них «Слить», второй буква, третий – «Длина». «Слить» – это оператор, который соединяет, объединяет, сливает две строки. В данном случае здесь написано «Hello» и «Word». Мы это делали тоже, когда создавали приветствие кота-щитоводу. Он говорил «Привет», называл имя и дальше продолжал говорить, что он умеет считать. Если мы сейчас кликнем мышкой по этой команде, то мы получим результат – «Hello, World». Причем между словами, как ты видишь, здесь есть пробел, за счет чего он здесь получается. На самом деле, если мы выделим первую строку, то мы увидим, что в самом конце, сейчас я выделю, после этого слова есть пробел. Если пробел мы сейчас уберем, сейчас я его удалю, это очень важно, то оператор получит вот такое значение. Без пробела слова сливаются. Следующий оператор – буква, число в каком-то слове. В данном случае, если мы проверим, как он работает, это выдается в результате первая буква заданного слова. Можно ввести сюда любое другое слово, например, я так и напишу слово. И первая буква у нас будет «TES». Понятно, что вторая буква у нас будет какая? Конечно же «TEL» и так далее. То есть можно узнать, какая буква слове. Потом тоже мы рассмотрим небольшой пример, в котором мы будем использовать этот оператор. И последнее мы можем узнать длину нашей строки. В данном случае длина слова «WORD» – 5 символов. А давай посмотрим, сколько символов у нас… Сейчас я добавлю пробил, чтобы было красиво, да? В строке «Hello World». Ведь результат выполнения этой команды – это целая строка. Давай мы ее сюда поставим в качестве параметра. И выполним. Оказывается, что здесь 11 символов. Давай проверим. В слове «Hello» – 1, 2, 3, 4, 5. В слове «WORD» – 1, 2, 3, 4, 5 символов. 10. И еще один символ, которого мы не видим. Но я его специально вводила и обращала твое внимание на это. Это символ «Пробел». Он 11. То есть вот в этой первой части у нас на самом деле не 5 символов, а 6. Вот такие строковые операторы, которые можно использовать для различных проектов. Сейчас я предлагаю тебе поставить видео на паузу, перейти в Scratch и по аналогии с тем, как я только что показала, изучить операторы для работы со строками. Итак, надеюсь, у тебя получилось поэкспериментировать. И теперь у тебя есть понимание, что есть арифметические операторы и операторы для работы со строками с различными типами данных. Еще раз повторю. Еще есть операторы у нас в Scratch в нашей группе команд операторы, которые называются логическими и используются для сравнения значений. Я тоже под этим видео дам ссылку на урок, в котором изучаются все эти команды, чтобы здесь не тратить время. Но для того, чтобы тебе было немножко яснее, я покажу, где они размещены в Scratch. Немного напомню. Вот у нас логические операторы. Все они имеют вид шестиугольников. И, если ты помнишь, мы их используем очень часто в командах «если то», «если то иначе» для проверки значений каких-то логических или, правильнее сказать, булевых выражений. Ну и, наконец, есть специальные, я их назвала специальными операторы, которые вычисляют различные функции, выдают случайные числа. Сейчас тоже я в Scratch покажу последнюю этот оператор. И тем, кто постарше, кто учится в старших классах и знает, допустим, что такое корень из числа или модуль числа, будет понятно, что это такое. Если ты не знаешь, что это такое, некоторые примеры мы посмотрим. А когда будешь старше, ты сможешь ими спокойно пользоваться. Вот у нас есть оператор для вычисления остатка от деления одного числа на другое число. Мы можем округлять числа, например, десятичные дроби. Мы можем вычислять самые разные значения. Я подниму повыше эту команду, этот оператор. И здесь разные есть так называемые функции. Например, модуль числа. Наверняка все знают, что такое модуль числа. Это всегда положительное число. Если мы здесь поставим минус, мы тоже получим положительное число. То есть можно пользоваться самыми разными такими вот функциями. Как ты понимаешь, специальные операторы, они работают в основном с числами. То есть числовым типом данных. Ну а сейчас мы перейдем к проекту игра под названием викторина и закрепим строковый тип данных. Поработаем именно со строками. Как обычно, в студии Юна Разработчик Игр я нашла этот проект. Это проект под номером 8. Называется он «Простая викторина». У нас будут еще модификации этой викторины. Поэтому я обращаю внимание, что номер 8. И дам ссылку опять же на этот проект обязательно, чтобы не перепутались. И мы сейчас просто выполним, посмотрим, как выполняется викторина, какие вопросы нам будет задавать наш код и как мы на них будем отвечать. Нажимаем на флажок. Ну, первый вопрос, сколько будет 2 плюс 2, понятно 4. И нам код отвечает правильно или нет. На этот вопрос, возможно, кто-то не знает ответ. Единица измерения угла – это градус. И тоже правильно. Я ввела строку и наш код смог проверить правильность. Ну и, наконец, я сейчас введу ответ немножко неправильно. Я использую русскую раскладку. Меня спрашивают, какой буквой обозначает горизонтальную координату. Я надеюсь, ты помнишь, что горизонтальная координата обозначается латинской буквой «Х». И я нажимаю на эту же клавишу на клавиатуре, но на русской раскладке это буква «Ч». И сейчас мне код сообщил, что я допустила ошибку. Опрос окончен. И теперь я опять могу ввести строку. Буква тоже строка, это строковый тип. Для того, чтобы посмотреть ответы на вопросы. Я пишу «Да». И вот вывелись ответы на вопросы. Сейчас мы создадим этот проект. И пошагово я покажу, как и что нужно делать. И еще раз объясню, где у нас какие типы переменных. Конечно, надо было бы записать сценарий этого проекта. Но давай ты будешь внимательно меня слушать, и мы на ходу его соберем. Либо ты меня слушай внимательно и какие-то вещи старайся записать. Итак, в нашем проекте используется несколько переменных. Для того, чтобы их создать, мы используем группу команд «Данные» и нажимаем на кнопку «Создать переменную». Какие у нас были переменные? У нас три вопроса и три ответа. И для того, чтобы ввести эти вопросы и проверить правильность ответов, в данном проекте используются строковые переменные, строковые типы данных. И эти переменные имеют идентификаторы вопрос 1, ответ 1, вопрос 2, ответ 2 и, наконец, вопрос 3 и ответ 3. Три переменные, точнее 6 переменных, 3 переменных для вопросов и 3 переменных для ответов. Еще в проекте подсчитывается количество правильных ответов и количество ошибок. Давай так и сделаем. Напишем «Правильных ответов». Это будет у нас переменная для подсчета правильных ответов. И здесь я обязана обратить твое внимание на то, что только в Scratch мы можем задавать имена переменных, во-первых, по-русски, кириллицей, а во-вторых, еще и используя несколько слов, разделяя их пробелом. В других языках программирования это не допускается. В большинстве языков программирования имена переменных пишут латинскими буквами и ни в коем случае не используются никаких пробелов. Нельзя их использовать. Здесь в Scratch это можно. И количество ошибок. Мы просто напишем «Ошибок». Теперь нам необходимо это все разместить. Я пока сдвину вопросы и ответы произвольно. Правильных ответов у нас здесь слева, ну и ошибок справа. Либо можно наоборот разместить. Ты можешь подумать, как тебе больше нравится. И потом для того, чтобы выводились вопросы и ответы на них, мы их разместим так вот аккуратно. Вопрос, ответ, следующий вопрос, следующий ответ и опять вопрос и ответ. Вот примерно так. Почему со смещением? Потому что у нас на самом деле здесь, когда мы создаем переменные, они все как будто бы числовые, кажется, потому что значение везде ноль. Но сейчас мы зададим начальные значения этих переменных, и Scratch сразу поймет, что они у нас строковые. Во всяком случае, те, которые мы используем для вопросов и ответов. Для подсчета правильных ответов и ошибок у нас будут переменные числовые. Сценарий проекта таков, что вопросы и ответы не должны отображаться. Поэтому мы флажки убираем. Со сцены прячем эти значения переменных. Ну что, начнем. Итак, когда щелкну по флажку, мы должны сначала задать значения переменных. Вопрос 1, ответ 1. Вопрос 2, ответ 2. Вопрос 3, ответ 3. Так и будем поступать. Вопрос 1. И пишем. Я повторю те же вопросы. Ты можешь придумывать свои. Вот я написала, сколько будет 2 плюс 2. Дальше, чтобы было удобнее ориентироваться, сделаю сразу ответ. 1, 4. Следующий, второй вопрос. Как называется единица измерения градуса? Ой, угла, конечно же. Как называется единица измерения угла? И ответ у нас уже будет 2. Ответ градус. Еще раз повторю. Вот я пишу сразу целые предложения или отдельные слова. Все это строковый тип данных. Следующий вопрос, последний, третий. Какой буквой обозначается горизонтальная координата? И, наконец, переменные ответ 3. Здесь пишем аккуратно, внимательно английскую или латинскую букву x. Вот мы задали начальные значения этих переменных. Ну, если интересно, сейчас мы их отобразим. Нажмем на флажок и увидим, что значения этих переменных стали теми, которые мы задали. То есть наша программа, наш скрипт работает правильно. Теперь осталось реализовать ту часть, в которой код задает вопрос и проверяет правильность ответа. Давай уберем, чтобы не забыть. Для того, чтобы задать вопрос, надеюсь, помнишь, у нас есть в группе команд сенсоры команда спросить и ждать. Как мы здесь будем спросить? Мы использовали здесь, писали прямо текст. А сейчас мы сделаем по-другому. Мы возьмем спросить вопрос 1. Надеюсь, также помнишь, что ответ приходит в переменную ответ. Это встроенная переменная Scratch. И теперь нам нужно проверить, тот ответ, который ввел пользователь, совпадает ли, равен ли тому ответу, который мы заранее задали в переменные. Ответ 1 в данном случае. И для этого нам нужна команда «если то иначе», потому что если ответ будет правильным, то мы будем подсчитывать количество правильных ответов и говорить правильно. А если нет, то есть иначе, мы будем подсчитывать количество ошибок и сообщать, что ответ неправильный. Как нам сравнить правильность ответа? Узнать. Для этого у нас есть оператор логически равно. И мы будем проверять, если ответ пользователя равен переменной ответ 1. Это будет означать то, что ответ правильный. То есть ответ пользователя совпал со значением переменной ответ 1. Если это так, то код говорит правильно, а иначе он говорит «ошибка». И еще что он делает? Подсчитывает количество правильных ответов и количество ошибок. Значит, мы должны изменить количество ошибок на 1, если у нас допущена ошибка, и изменить количество правильных ответов на 1, если ответ правильный. Но здесь мы не сделали что? Мы не задали начальное значение количество правильных ответов и ошибок. Если мы в первый раз выполним наш скрипт, то да, значения будут нулевыми. Но если мы еще раз запустим, то они останутся теми, которые здесь. Поэтому всегда в начале и вообще в программировании нужно, когда мы создаем переменные, задавать их начальные значения, каждые переменные, чтобы потом наша программа работала корректно. Вот я задала для переменной ошибок значение 0 начальное и для переменной правильных ответов значение 0 тоже. Ну что, давай проверим. И вот наш код спрашивает, сколько будет 2х2. Давай-ка я отвечу неправильно. 2 плюс 2. Он сообщил, что допущена ошибка и количество ошибок стало равным 1. Давай запустим еще раз. Мы видим, что правильных ответов и количество ошибок у нас 0. Сейчас я отвечу правильно. Код отвечает, что все верно и подсчитывает количество правильных ответов. Сейчас я себе предлагаю поставить видео на паузу и выполнить задание. Создай новый проект и назови его «Простая викторина». Создай в проекте переменные вопрос 1, вопрос 2, вопрос 3, ответ 1, ответ 2, ответ 3, правильных ответов и ошибок. Размести отображение этих переменных на сцене так, как тебе больше нравится и спрячь вопросы и ответы. И напиши первую часть скрипта и проверь правильность его работы. Если что-то не получается, что-то забылось, пролистывай видео немного назад и выполняй вслед за мной. Желаю тебе успехов. Сделай гимнастику для глаз и будем продолжать работу. Все работает. Осталось аналогичным образом сделать так, чтобы наш код спрашивал, следующий вопрос задавал, потом проверял правильность и то же самое выполнял. Для того, чтобы заново ничего не кодировать, здесь нам очень удобно взять вот эту часть кода и продублировать. Чтобы это сделать, мы нажимаем правую кнопку мыши на первой команде, выбираем дублировать и вот эта часть кода, раз, она продублировалась. Нам остается лишь ее отредактировать. Вместо вопрос 1 и ответ 1 подставить переменные. Вопрос 2 и ответ 2. Видишь, я даже сразу это делаю и те, которые не нужны, они выпрыгивают. И аналогично дублируем опять этот кусочек кода, добавляем в общий скрипт и заменяем параметры вопрос 3 и ответ 3. Ну, я думаю, ты мне поверишь, что все будет работать правильно. Не будем сейчас проверять, потому что дальше код должен нам задать вопрос, хотим ли мы узнать правильные ответы и вывести их, если мы это хотим. Значит, мы должны опять использовать команду спросить и сформулируем вопрос кота. Напиши да, если хочешь узнать, правильные ответы. Написали. И теперь нам достаточно теперь уже команды если то, потому что если мы ответим нет или что-то любое другое, то есть не да, то просто переменные не будут показаны. Значение переменных вопрос 1, ответ 1 и так далее. Так, давай сделаем. Значит, мы проверяем тоже, если ответ у нас равен. Здесь можно просто написать да уже, чтобы не использовать переменные. Мы должны, есть команда, показать переменные. я сейчас возьму, использую сразу, выведу 6 штук, а потом задам параметры. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Показать. Вопрос 1, ответ 1, вопрос 2, ответ 2, вопрос 3. вот я нажала так, что у меня начал выполняться скрипт, ничего страшного. И ответ 3. Ну, давай выполним, раз уж так получилось. Итак, отвечаем 4. Правильно. Дальше я отвечу, что попало. Ошибка. Тоже отвечу, что попало. Ошибка. И сейчас все-таки отвечу, да, чтобы увидеть правильные ответы. Вот они вывелись. Давай выполним наш скрипт еще раз. Нажимаем на флажок. И что мы видим? Наши переменные остались на сцене. Это очень плохо. Они не должны отображаться, иначе все ответы видны. Как их скрыть? Да, мы можем поставить здесь опять флажки, но когда кто-то другой будет работать с этим проектом, он, скорее всего, не будет этого делать. И для того, чтобы скрыть наши переменные, конечно же, наверное, ты уже заметила, есть команда скрыть. Я ее сюда сначала перенесу, чтобы пролистнуть, и потом же добавлю. Вот здесь вот она у меня немножко не попала. Вот после того, как мы задали все значения переменных, мы их скроем. Тоже я считаю шесть таких команд. Пять, шесть. И выбираю здесь переменные. Вопрос один, ответ один. Снова выполнила вопрос два. Надо остановить ответ два. Вопрос три, ответ три. Ну, давай запустим. Вот, все, спрятались все переменные. Ну, еще раз давай ответим. Правильно. Здесь тоже отвечу правильно. Ну, и здесь тоже, чтобы все-таки было правильно все. Отвечу правильно. Все правильно. Правильных ответов у меня три. Правда, переменная ошибка куда-то пропала. Наверное, я случайно нажала флажок. Да, просто выполнилась эта команда, прежде чем я изменила здесь параметры данной команды. Ну, и ответим. Да. Вот вывелись все вопросы и правильные ответы. И еще, наверное, я успел заметить, что когда я показывала демонстрационный проект, переменные вопрос один, ответ один вопрос два, ответ два и так далее, выводились по очереди. А здесь они выскакивают сразу. Как это я сделала? Я просто добавила ждать. После каждого показать. то есть сначала покажется переменный вопрос один, потом ждем, потом переменный ответ один ждем, и так далее. Вот так вот не попало. Вот сюда. Ну, и одна секунда это много. И вот здесь вот как раз можно поставить 0, точка, например, 3. Это 0,3. Это 1,3 секунды примерно. Я даже, чтобы было быстрее, скопирую это значение и вставлю. Для этого я использую комбинацию клавиш Ctrl-C, скопировать стандартную, и Ctrl-V вставить стандартную. Выделяю двойным щелчком мыши цифру и вставляю Ctrl-V, и вставляю Ctrl-V. Выделила, вставила. Вот так быстро можно отредактировать тоже значения одинаковые. Ну, давай последний раз проверим. Сейчас, чтобы было быстрее, я ввожу, а бы что. Допускаю ошибки. Мы уже проверили. Ну, а сейчас отвечу да. И вот раз, раз, раз. Появились по очереди. Вот такую простую викторину ты можешь сейчас сделать, если что-то не запомнилось или непонятно. Пролистывай видео назад и подсматривай. Я желаю тебе творческих успехов и надеюсь, что сможешь использовать различные викторины с разными вопросами. и включать их в свои игры. Например, очень часто встречаются такие игры. К примеру, в лабиринте доходишь до какого-то препятствия, и когда отвечаешь на какой-то, хотя бы один вопрос, тебя дальше пропускают. Если ты на вопрос не отвечаешь, то ты должен отвечать до тех пор, пока не ответишь правильно. Вот можешь подумать, придумать такой проект. А этот урок я заканчиваю и еще раз желаю тебе успехов. До встречи в следующей части урока.